20 минут о красивой жизни в красивом городе это бьюти тайм на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула праздничное платье будет выглядеть еще более стильно если добавить к образу правильную прическу и подходящий мейкап несколько советов на тему завершения образа на выход рассмотрим на конкретном примере вместе с нашими экспертами яной панфиловской и анастасия доценко макияж это всегда финальный штрих поэтому самое главное первое это определиться со стилистикой со своим нарядом который будет да и потом уже от этого придумать прическу и потом уже подобрать макияж то есть не наоборот макияж не подбирается вначале а потом все остальное если вы делаете макияж то в любом случае делайте акцент в первую очередь на кожу потом все остальное если красиво проработана кожа то любой макияж на не смотрится очень хорошо то есть самое главное макияж это кожа а сейчас мировые дизайнеры нам предлагают вообще свободу действий и уже можно делать все что угодно сегодняшняя мода это сплошные цитаты из прошлых десятилетий и в вечерних образах эти тенденции прослеживаются прежде всего сейчас основная тенденция это все-таки возвращение в прошлое это 70 80 90 и годы сейчас очень актуальные всевозможные украшения ободки аксессуары которые используются волосы это может быть не только какое-то готовое украшение то может быть вплетенная лента или завязанный банк сейчас актуальны очень стрелки всевозможные варианты стрелы длинные толстые короткие и конечно же спарку то есть блестящие тени сияющие ну в новый год конечно можно позволить себе активные блестки прям крупные и сейчас актуально очень когда они разного размера то есть большая блестка мелкая блестки все они вот так перемешаны и на глазу смотрится очень интересно блестки в основном бывают в виде сыпучих вот как раз если она сыпучая то ее нужно прикреплять на эту базу для пигментов вот если блестка кремовой текстуры да то есть ее можно прикреплять как раз на просто даже на тени на века с сухим способом то есть прям с тюбика пальчиком лучше всего наносить не кистью лучше всего пальцем также актуальность сейчас стразы можно приклеить по верхнему контуру стразенький либо на нижний контур приклеить либо вообще куда-нибудь в уголок стразы самое главное чтобы они были блестящие чтобы не были мат сегодняшний макияж это по-прежнему активные брови однако эксперты отмечают что данный тренд идет на спа блики на скулах которые создаются с помощью хайлайтера тоже становится скромнее сейчас хайлайтер вот такой прям который из космоса виден он уже не отошел немножко на второй план какой-то даже период был матовая кожа популярная но это все благодаря западным блогерам у нас этот тренд быстро отошел и общий такой сейчас тренд это легкое свечение кожи то есть не активная а будто просто кожа светится изнутри то есть нужно выбирать хайлайтеры очень тоненькие либо кремовые анти тренд конечно тонкие брови до сих пор которые прям совсем ниточкой тонкие уже нет такого как раньше мы их называли брови как у волка да то есть такие активно сильно когда они наверх зачесаны то есть если от природы как правило от природного отталкиваемся момента то есть если у девушки от природы такие активные брови то их конечно можно зачесать если как таковых нет то можно оставить можно оставить шаг сделать более классическую форму пучки ресниц это то что отличает вечерний макияж от просто яркого если вы решили наклеить их самостоятельно лишний раз стоит послушать как это правильно делается самое главное хороший клей вот это самое основное вот хороший клей и плотно проклеивать то есть именно не клеить на саму ресницу а клеить ближе к контуру века вот это самое основное то что если на ресницу клеить то потом можно без резис к вечеру они могут отвалиться просто вообще когда к веку наклеены реснички они конечно уже потом плотно держится и даже можно ходить несколько дней акцент на глаза и на губы избавляет от мучительного выбора что же все-таки выделить в макияже единственное что стоит учитывать что матовые помады на данный момент уступают свое место блеском все это уже отошло в прошлое можно выделять и губы и глаза главное чтобы это соответствовало образу то смотря какая стилистика образа какая как комфортно в первую очередь человеку если стилистика подходит тебе комфортно то можно выделить и глаза и губы главное правильные именно акценты расставить то есть если допустим яркие глаза то губы могут быть тоже яркие но в одной насыщенности сейчас больше актуально блестящие конечно мы как все девочки любим матовые помады много да потому что с ними удобно но если судить по трендам сейчас глянец очень актуален и именно на темных помадах бордовых винных глянцевой губы и также блески бежевые если такой более нейтральный макияж от мода семидесятых восьмидесятых нам пришли платье в стиле диска и объемы на голове и где как ни в вечерних образах все это можно использовать сейчас опять вернулась мода на начался на объем на всевозможные вот эти текстуры в волосах сейчас допустим мы сделали прическу в стиле такой современный прижим бордо поэтому мы сделали очень активный объем мы добавили аксессуары объемные волосы тоже считается трендом как раз таки на новогоднюю ночь но единственный момент что нужно делать текстуру волос уже более современную да не какие-то пудри такие закрученные кукольные как будто вы очень сильно готовились а нужны очень мягкие волны чтобы это смотрелось и современно и стилистике той которую мы поддерживаем применять ли все эти советы вместе или использовать что-то одно вопрос индивидуальный а индивидуальность кстати сегодня тоже в моде главное чтобы в новогодние праздники вы были ярче чем когда-либо но и чувствовали себя при этом тоже на все 100 уникальное украшение только из натуральных камней регулярное обновление ассортимента ювелирный бутик частная коллекция нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан билеты в театры челябинска и екатеринбурга да и обратите внимание на картины они тоже продаются самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе магазин стрит кутю на sony кривой 30 и пушкина 65 показы новых коллекций знаменитых домов моды обычно проводят в сентябре или феврале а детская мода челябинска живет по своим правилам согласно которым большинство фэшн-шоу проходит именно в середине зимы эти события не пропускает программа бьюти тайм российские дизайнеры которые сегодня очень популярны работают для разных возрастных категорий еще пару лет назад на подобных детских показов демонстрировали в основном коллекции из магазинов и бутиков европейских брендов стильные образы для этого шоу созданы уральскими модельерами мы очень любим такие показы во первых это позволяет нам увидеть других дизайнеров другие бренды познакомиться непосредственно с моделями потому что непосредственно общение друг друга мы понимаем что детям больше нравится мы понимаем как наша коллекция выглядит наша одежда в первую очередь рассчитана на девушек как подросткового возраста так и девушек уже постарше то же время мы делаем коллекции для женщин непосредственно здесь мы уже показали коллекцию для подростков придумывает в основном дочь старшая изначально она у меня была моделью мы снимались у кит 74 так модели теперь она сказала что моделью она быть не хочет она у меня дизайнер сначала я их сама придумала нарисую по книжкам у этого события сразу несколько задач зрители знакомятся с работами дизайнеров а юные модели пробуют себя на подиуме это не конкурс в чистом виде но жюри здесь присутствует в основном это партнеры проекта так или иначе связанные с фэшн индустрией и моделингом если не самые положительные быть жюри быть партнером такого проекта это конечно очень ценно когда ты видишь результаты присутствует на таких вот уже шоу профессиональных где виден и рост и видны те детки которым выигрывают такие существенные подарки поэтому это конечно здорово это гордость за деток гордость за партнеров за себя за то что мы все делаем большое дело и помогаем развиваться творчество искусство и моде дети должны увлекаться этими что они должны стараться идти только вперед а не назад и что они должны всегда получать призы и все дети которые сегодня участвуют здесь они все достойны победы они все красивые уникальны с ранних лет и нравилось фотографироваться мы решили попробовать три с половиной года и как-то завертелось а вот три года как-то вот занимаемся этим с тех пор как выходим модельное агентство она стала открыто спокойно выступает без всяких стеснений скажем так просто она у меня красивая и очень энергичная и поэтому чтобы как-то ее поддержать реализовать я ее отдала модели я люблю очень фоткаться люблю примирать одежду мне это вот нравится прямо со всех сил я не могу без этого жить в числе участников показа юная звезда зоя кукушкина только на этот раз восьмилетняя модель и глава благотворительного фонда выступила в качестве дизайна мама иногда у нее есть идеальные планы чтобы добиться до денежек и чтобы потом детей спасти он говорит может тут синие украшение очень интересные модели на мой взгляд для такой юной девочки скажем так очень интересно коллекция зои кукушкин и такая она суперская классная коллекция мне очень понравилось были крутые образы эти модели еще очень юные а потому вместо гонораров за свою работу получают подарки от партнеров но и конечно же бесценный опыт выступления на публике есть у нас такая традиция приводить себя форму в преддверии нового года а это значит что фитнес клубах примерно так с ноября месяца наблюдается ажиотаж именно в этот период времени и проходил очередной сезон проекта богиня майклаб с какими результатами он завершился смотрите прямо сейчас что ты ожидаешь от проекта спарта 74 кубики хочу накачать какой цели стремишься кубики накачать ну вот это и есть цель сколько кубиков да хотя бы два верхних сколько вы хотите потерять в граммах 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 я не знаю килограммах но хотелось бы килограмм 15 я ожидаю стать сильнее выносливее и немножко поменять свой образ жизни участие в проекте подразумевает за собой какую-то цель у этих участников их две избавление от лишних килограмм и приобщение себя к здоровому образу жизни финал двух проектов от фитнес-центра майклаб на этот раз подарил шанс изменить себя не только девушкам последние три месяца у нас проходили два проекта параллельно это богиня майклаб спарта 74 мужчины и женщины шли к своим целям у каждого она была своя каждый сезон мы садимся делаем работу над ошибками что было классно оставляем что было плохо там решаем эти минусы и как бы на плюсы стараемся их изменить но обязательно собираем обратную связь от девушек чтобы стать лучше чтобы у нас проект рос каждый проект он другой во первых сами участницы разные естественно как бы энергетика у проекта она отличается одна от другого помимо того что мы занимались в зале и как-то более или менее сблизились сблизились заобщались были и другие выездные мероприятия ездили на гору пошли мы пешком 26 километров за 7 часов а также в конный клуб ездили ну то есть такая знаете как семейная такая обстановка домашняя семейная дружественная очень мой клуб для меня стал семьей и сегодня семья собралась вместе это будет праздник это будет восторг и прекрасно худеть в группе это всегда соперничество а косые взгляды на свою фигуру по праву можно считать комплиментом как признаются участницы такой подход придает дополнительный стимул для поддержания питания и режима тренировок мне очень нравится что на этом проекте нет конкурентов они конкурируют сами собой то есть прошлой версии себя я очень люблю соревноваться и побеждать и как мне кажется у нас создался такой конкурентный дух в коллективе потому что мы замечательно общаемся но мы всегда держали руку на пульсе где у кого сколько было потери сколько потеряно было килограмм все все за всем следили отслеживали в этом проекте нельзя было расслабляться я знала о том что и сейчас я съем конфетку какую-нибудь обязательно участница в этом плане меня выиграет в этом сезоне проект богиня майклаб стал еще продуктивнее тренерам добавились психолог и нутрициолог участники избавлялись от пищевых привычек и учились не заедать стресс вредной едой однако только лишь на питании и тренировках проекты спарта и богиня не ограничились мужчины покоряли горы и катались на лошадях а девушек научили готовить полезные десерты перезагрузка ума и тела по такой программе происходило вдвое продуктивнее мы больше сделали акцент именно на систему то есть хотели попытались систематизировать максимально сделать простую для участниц такую схему на котором будет комфортно как соблюдать какие-то правила питания как тренироваться ну и соответственно им взаимодействие друг с другом в коллективе важен результат спортивное телосложение сейчас я себя очень хорошо чувствую мне комфортно самом деле я стала одежду на размера 2 уже одевать у меня сейчас результат минус 13 килограмм все можно было достичь не прилагая сильных больших усилий все должно быть легко классно весело на самом деле наш клуб против тяжелых физических нагрузок против жестких диет то есть мы за здоровое похудение как тренер стал такой же здоровый сильный а был толстый и некрасивый а стал вот видите какой как тренер не было как повода жесткого ограничения по рационом было очень много рекомендаций которые подстроены были именно под каждую из участниц у нас были очень интересные практики я даже для них наливала бутылки воды 5 литровые 10 килограммовый на предпоследних занятиях для того чтобы они реально ощутили на себе вот те свои 10 кто-то 12 килограммов как вот это какая-то тяжесть как они вместе с ней ходили помимо того что мы занимались спортом мы еще в принципе занимались развитием достаточно активно все цифры которые они загадывали так скажем в начале проекта ставили свою целью они их и достигли победителя проекта выбирали не только по скинутым килограммам организаторы учитывали дневники питания следили кто и как посещал тренировки и каких результатов в сумме достиг богинь май клаба на этот раз было три а вот спартанца выбрали только одного но так ли имеет значение победа когда на весах минус 10 а в зеркале подтянутое тело сколько нужно времени чтобы избавиться от варикоза запись на прием 2 минуты диагностика и сдача анализов займут 50 минут сама лазерная процедура 40 минут всего полтора часа и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно энсо особенный стиль и безупречное качество свой уникальный образ собери на сайте ensostyle.ru еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем youtube канале а также на страницах в социальных сетях ищите по хэштегу beauty time нижнее подчеркивание tv а на этом выпуск завершён до встречи наши стильные партнер имидж студия елены ивановой ателье модный дом я варикоза Продолжение следует...